Слава тебе, Царю Небесный! Встреча и радость именно так переводится этот праздник со Старославянского. Сегодня Свято-Троицкий собор был наполнен верующими. Они читали молитвы, слушали хвалебные песни, желали друг другу мира и добра. Во время богослужения испытывали самые положительные эмоции, говорят прихожане. Ну что вы испытываете, когда у вас праздник? То же самое у меня и у всех у нас, я считаю так. Службы прошли во всех храмах города, на них жители смогли принять участие в общей исповеди и причастии. Кстати, как нам рассказывают сами прихожане, после преломления хлеба жизнь начинается словно с чистого листа. Такое впечатление, что ты, ну, начинается мир заново. Я не знаю, вы ни разу не причащались? Попробуйте. Все совершенно по-другому, как начинается у меня, по крайней мере, начинается с чистого листа. В Сретение Господне входит в список 12 самых значимых праздников в году, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Подробнее нам рассказал глава Красноярской митрополии Пантелейман. Здесь двумя словами праздник Сретения означает встреча человечества с Богом. И близость Бога к человечеству в непрерывном его особым отеческом попечении или заботе о человеке. Также в этот день есть и свои обычаи, например, такие, как нельзя делать грязную тяжелую работу, стирать, убираться, топить баню. Также в праздник нельзя путешествовать, его лучше проводить в кругу семьи. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, 5 канал.